Джиу-джитсу 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 Євген Анатолійович багато подружував Японію та навчався справжнього майстра джиу-джитсу. При першій зустрічі наші співвітчизники випробували з 70-річного японця наволодіння технікою двобою та були вражені результатами. Решили його проверити. Ему уже к тому времени було около 70 років, то есть невисокого росту, нельзя сказати, що він внешне дуже крепкий. А ми решили со всіх силах схватити, ударити. Результат превзошився наші ожидання. Великолепно все сделал, що показував. Нам дуже понравилось. Після цього за достатньо короткий срок він приймав на свої ученики. В IX веке придворний врач Акаяма Сарабея, побував в Китаї і изучив значительний опыт китайського ушу, систематизував все известні йому приеми борьбы для создання единой системи со своими принципами і методами. После демонстрації императору були отобраны базові приеми і создана перша школа по изученню джиу-джитсу. С одной стороны, джиу-джитсу это было очень прагматичное направление, которое создано было для того, чтобы в максимально короткий срок уничтожить своего противника. То есть оно создавалось самураями, то есть профессиональными воинами для поражения. Самураи були людьми, що велись війське життя, та крім військового мистецтва займалися поезією, музикою, каліграфією та філософією. То, щоб не відставати від своїх підлеглих у мистецтві двобою, їм була потрібна максимально эффективна школа, якою і стала джиу-джитсу. Високопоставлення сама, це був чек, котрый любив кушать, гулять, писав стихи периодически, мог выпить, ну, то есть имелся ряд удовольствий в жизни, кроме того, что только занимался в спортзале, там, тренировался и сражался. Поэтому они занимались направлением, которое считали секретными. То есть это значит, что если кто-то из, скажем, людей, которые, с точки зрения, были недостойны, попадали на их занятия, как бы подсматривали приемы, то его нужно было уничтожить. Ну, или там принять школу, к примеру. Блок делай, удар мне, подножку, садись души, сбив рук, вытяжка ног, захват ноги, перекат и удар. Удар в колено, разворот, удар, тейшн, шаг в него, полевой на плечо, отбрасывайте руку, удар. Сучасное мистецтво джиу-джитсу включает приемы, что можно использовать в реальной ситуации, оскільки воно засновано на технице ведения боя в будь-яких умовах с будь-яким сопротивником. В ньому використовываются китки, захвати та удушение, а бой ведется до повної перемоги над сопротивником. Мы ставим за основу все-таки боевое искусство, а не спорт. То есть у нас, как бы, если моему одному из учеников хоть раз в жизни спасет тот прием, который я его научил в жизни, то я считаю, буду это своим достижением. Традиционными или классическими считаются те школы, которые в течение нескольких поколений мастеров существенно не изменялись и признаны культурно-историческим наследием Японии. Люди кажут, что перед тем, как стрибать, необходимо научиться правильно падать. Вмение позвучиться страха и сконцентровать энергию в одной точке позволяет разбивать твердые предметы. Что чувствуешь, когда разбиваешь доску? В первые разы испытываешь страх и сомнения. В принципе, это надо преодолеть. Если не преодолеешь, то могут быть нежелательные последствия. Если удар получится неправильный, то вся сила удара вернется назад в кулак, и, возможно, травма. За словами старого мастера Чиба Шусаку Нерімаса, меч призначений не лише для вбивства інших. В первую очередь, он необходим для вдосконаления самого себя. В этом, как он писал, и полягае правда меча. Это японский меч, катана. Ему 600 лет. Это настоящая катана, боевая. Она использовалась в схватках. В Японии в рамках міжнародного наукового досліджения было клановано нашего спецкореспондента в Токео Вадима Санича. Від останнього клон відрізняється нереальною фізичною силою та абсолютно не сприймає біль.